В нашем регионе около 600 крупных сельхозпредприятий и порядка 6 тысяч фермеров. Все они станут участниками федеральной государственной информационной системы под названием «Зерно». Она будет вводиться поэтапно. С 1 июля регистрация добровольная. Однако уже с 1 сентября аграрии обязаны предоставлять сведения о зерновых, бобовых и масличных. Например, по пшенице нужно будет внести данные по 8 показателям. Это класс зерна, количество клейковины и другие. Предполагается, что благодаря нововведению российский бизнес сможет работать эффективнее, так как повысится прозрачность рынка. Уже 1 сентября или 2 нельзя будет никуда ни продать, ни перевезти, ни переоформить. Пока люди будут в этой системе. Это важно. И поверьте все, гостаропроизводители сами завтра увидят необходимость этого. Потому что, к сожалению, на рынке много и добросовестных клиентов. Особенно это касается и количества зерна, и в том числе и качества. Данные будут в доступе для участников оборота. Автоматизация сведений об урожае позволит государству наглядно отслеживать потоки культур в каждом из регионов. Будет доступна информация о том, в каком районе они выращиваются, вплоть до конкретного поля и какое количество идет на экспорт. Также данные системы помогут выстроить механизм мер господдержки там, где они необходимы. Нововведение коснется и продуктов переработки, например, муки, крупы или отрубей. Правда, тут сроки немного другие. По своему желанию, можно будет вносить данные в систему с 1 января 2023 года. Ну а с 1 марта это станет обязательным.